Продолжение следует... Так получилось, что сегодня, ребята, у меня забрали эмулятор и исключили из беседы Рексит Студия. И, конечно же, первый ваш вопрос, это, ребят, почему? Да, вот вам интересно, почему же кентуху исключили? Вроде бы, ребят, просмотры есть, вроде бы актив есть, подписчики есть. Ну, какой смысл мне, ребят, исключать из Рексит Студия? Но всё было гораздо хитрее. Меня исключили, потому что я просто общался с тик-таком. Просто за то, что я с ним говорил, ребят, меня исключили. Да, вы подумаете, что это за бред? Ну, это правда. Это, ребят, чистейшая воды правда. Ну, естественно, Рустам мне такое не мог написать, потому что, вы сами понимаете, если бы он мне написал, мол, я тебя исключил, потому что ты общался с тик-таком, то это, ребята, выглядело как бы полный абсурд. Да, это выглядело, как будто он совсем кукушкой двинулся. Но, ребят, Рустам мне сказал так, что они набирают новую команду. Новую команду Рексит Студия. И вам, конечно же, интересно, кто же, ребят, в этой команде. Без проблем я могу всё рассказать и могу всё, ребят, вам показать даже. К вашему вниманию представляю, ребята, внимание, Жополис Студия. Или более известная под названием Рексит Студия. Ребят, смотрим, кто же сейчас у нас состоит в новой Жополис, ой, Рексит Студии. Смотрим, Андрей Черков. Андрей Черков без обид, но это шестёрка Рустама. То есть, я не хочу его обидеть, но это правда. Знаете, вот Рустам такой, ну, надо проверить обнову, надо проверить то, надо сделать что. Там мы с Черковым всё проверим. Андрюха, я тебе советую, имей тоже свою точку зрения. Дальше, Джонни Лакос. Это, ребят, главный Жополис в этой тусовке. Потому что у него даже нету Ютуб-канала, но его всё равно добавили. Потому что, ребята, это главный Жополис. Он подлезал Тайберса в Дискорде. Тайберс такой с короной, наверное, сидит. Такой, о-о-о, какой хороший парень. Добавлю-ка я его в новую Рексит Студия. Дальше, Александр Козлов, ну это понятно. Дальше, Бразилийский, который вообще еле говорит по-русски с гугл-переводчиком. Я не знаю, зачем его добавили, потому что он вообще ничего не понимает. Ну, добавили, ребят, нормально, да. Нормально, добавили. Всё будет зашибись. Добавили бразильца, который вообще ничего не понимает. Нормально, будут общаться, ребят, будут дружить. Дальше, Мистер Фаерка. Две тысячи просмотров, ребят. Это великий Ютубер. Он точно меня заменит. Дальше. Елизавета Москина, The Cry. Ну, четыре-пять тысяч просмотров, ребят. Мне так кажется, что если, ребят, просуммировать все их просмотры и мои просмотры на одном видео, то, в принципе, у нас будет одинаково, да? Плохие дела. Конечно, жалко, ребят. Жалко тех, кто состоят теперь в Рексит Студия. Знаете почему? Сейчас, короче, будет самый трэш, ребят. Вы думали, что самый трэш это был то, что они обновили новую Рексит Студия? Не, ребят. Самое интересное будет дальше. Смотрим, смотрим. Я пишу Рустаму. Рустам, дай мне эмулятор. Я к нему по-хорошему пишу. Пожалуйста, дай мне эмулятор. Я буду дальше снимать видео. Я не хочу никаких разоблачений. Я вообще не хочу никаких видео снимать подобных. Просто дай мне эмулятор, чтобы я смог снимать видео. Ну, короче, он начал падать на мороз и так далее. А про эмуляторы, ребят, будет отдельное видео. Вы вообще узнаете. Просто про это очень много. Я спрашиваю, ребят, будет отдельное видео. Вы все поймете. Рустам мне пишет. Увы, наше сотрудничество закончилось. Ребята, ребят, их как жалко. У нас было такое сотрудничество, ребят Вы что? Я даже не знаю, пацаны, у нас были Мы с ним как два брата Такие сотрудники были, они же мне, ребята Так много всего делали Дайте-ка я вспомню, что же они мне сделали Ну, эмулятор разрешили А, и все У нас, ребят, было сотрудничество, да Такое теплое, близкое Мы с ним были вот такое Видите, вот как близкое, вот такое у нас было с ним сотрудничество, ребят Вот прям, мы с ним были нога в ногу Сотрудник, я был сотрудник года у него, наверное Ну, ребят, увы, наше сотрудничество закончилось К сожалению, ребят Эх, как жалко Мы же с ним так сотрудничали, вы бы знали, ребят Ты хоть бы раз, хоть раз в жизни Вот был раздел видео Блокстрайк, хоть раз в жизни добавил Хоть раз в жизни добавил мое видео туда Нет Ты добавлял своих близких Меня-то ни разу не добавил Добавили, видели? Нет, меня никто не добавил Меня никто не пиарил, никак Или ты хоть раз пришел в мою сходку, когда я просил Я писал, Рустам, приди, пожалуйста Нет, я занят, нет, нет, нет Какое сотрудничество? Также, все участники ЖПЛИС-студии Я обращаюсь именно к ютуберам Ребята, я вас прошу Думайте головой Не надо плясать по чужую дудку Просто я вам расскажу, вот почему Это не стоит И доведу парочку примеров Рустам мне пишет Я раньше не общался с игроками И все было норм Надо с ними перестать общаться То есть он Я не знаю, как это называется Он считает, что он общался там со мной Он считает, что он мне уделял много внимания Он говорит, надо перестать общаться с игроками То есть, ребята, сделаем вывод Если бы у вас не было ютуб-каналов С вами бы вообще никто в жизни не общался Потому что, ребята, вы ему были бы неинтересны Потому что не было бы никакой пользы от вас Но если вы думаете, что, блин То я же с ним подружусь Там уже с ним будем два брата А вы забыли? Вот именно Черков Я говорю, ты по-любому снимешь ответку Ты разве забыл? Разве забыл эту историю? Когда ты просто скинул АПК-файл Своему другу из реальной жизни И никто в жизни Жизни бы про это не узнал Кроме разраба Ну, у них там есть консоли Они, наверное, видели Что кто-то зашел в новую версию блокстрайка А это новая версия блокстрайка Был такого Рустама, Рума И он скинул Черкова Потому что надо было проверить И он просто взял, кинул АПК-файл И заблокировал Все! Все! Два года дружбы с Черковым Улетели Так что, Черков Ты тоже посторожней Потому что, видишь Сегодня друг, а завтра ты не АПК-файл Так что, думай головой И вся команда Рексис Студия Вы тоже, пожалуйста, думайте головой Потому что он сам сказал Что он не хочет общаться с игроками Ему вообще никто не интересен Как человек Ему просто интересно то Что вы пиарите его игру Так что, ребят Думайте головой С вами был ваш Кент АПК Поставьте лайк Если вы со мной согласны Я не знаю, как можно быть не согласны Потому что я, ребят Просто все рассказал Как оно есть Я даже, ребят Не рассказал Знаете, даже одну двадцатую Того, что я знаю Так что, ребят Делайте выводы Меня убрали просто так Потому что я общался с Ректаком И не решили собрать Новую Рексис Студию Там, где будут свои ютуберы Там, где будут все плясать Под их дудку Там, где никто не будет Общаться с Ректаком Собрали свою крутую банду Такие прям Не разлей вода, друзья Потом завтра Рустам Что-то ему не понравится Кинит кого-то в ЧС Все, ребят Все, давайте Всех люблю Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok